Проблемы, о которых молчат. Люди, которых не слышат. В бюджете нема грушей на этих убогих людей. И все. Хай вони подохнут. Правда, которую скрывают. Провокации, бедарды будут бросаться в народ Украины. Семнадцатый канал. Это площадка для дискуссий. В прямом эфире смотрите через несколько секунд. Пока Крым до сих пор остается без света, в Украине заканчиваются запасы угля. Для обеспечения работы ее тепловых электростанций. От которых зависит выработка электричества и успешное прохождение зимнего отопительного сезона. Добрый вечер. Это программа «Война и мир» и я ее ведущая Ольга Волкова. Опять заканчиваются запасы угля на зиму. Неужели теперь в домах придется греться с помощью всевозможных средств? Ведь Донбасс прекратил поставки угля в Украину. А откуда брать его, пока неизвестно. Смотрите сегодня, 2 декабря, 19.00. Программа «Война и мир». Насколько остро стоит вопрос с нехваткой угля в нашей стране, мы обсудим сегодня с нашими гостями на протяжении эфира. Михаил Волынец, председатель независимого профсоюза горняков Украины. Добрый вечер. И Валентин Цемлянский, эксперт по вопросам энергетики. Добрый вечер. На прошлой неделе премьер-министр заявил о том, что у нас нехватка угля. И буквально несколько днями ранее как раз Донбасс заявил о том, что прекращает поставки угля на территорию Украины. Давайте посмотрим небольшое заявление нашего премьер-министра и вернемся в студию для обсуждения. Достатник запасу вугилля немає. Про що я попереджував три місяці тому. Для того, щоб не було відключень, як це було в минулому році, я вимагаю невідкладний. Надзвичайний план заходів, для того, щоб пройти зиму в стабільній енергетичній системі країни. Я считаю, що українські власні должны восстановити електроснабження Крима. Якщо це произойдет, то ми, можливо, рассмотрим вероятність возобновління поставки угля на Україну. Валентин, скажіть, що в Україні не вистачає угля, а також представителю самопроволошеной республіки, що поставки угля будуть розобновлені тільки, якщо в Криму розобновлюється електропостачання з України. Валентин, скажіть, що злочилось? Чому буквально зараз нам прем'єр-миністр заявляє, що не вистачає угля? Неужели до 1 декабря, до начала зимнього періоду, не необхідно було завести полний об'єм того угля, який нам необхідний на цей період? Це сугубо політичні ігри, тому що потрібно когось зробити виноватим в цій ситуації. Абсолютно понятно, що правительство своє бездействие, в частности, в ситуации з Кримом, вже скільки прошло, почти 2 недели, а со стороны высших руководителів держави не прозвучало вообще никакой оцінки ситуации. Ну то есть, да, надо восстановити електроснабження, на этом все восстановилося. Поэтому нужно найти виноват, кто виноват в тому, що у нас сейчас буде нехватка угля, потому що остановлені поставки со стороны Донбаса. Ну, конечно, министр енергетики виноват при всіх варіантах. Угля, який був накоплено на складах по состоянию на 1 ноября, да, эти об'ємы там не совпадали, вони були чуть менше, если я ошибаюсь, Михайлов Якович мене поправить, там, по-моєму, 1300 тонн, чем был план правительства поставлен, но в то же время, как бы, вся генерация, і государственна, і частна, принадлежаща Ренату Ахметову, була готова к проведению отопитного сезону. І неоднократно в своїх заявлених вони говорили о том, що стабільність прохождения отопитного сезону зависят от ритмичності поставок, тому що, условно говоря, це не газ, який закачали в підземні хранилища, і все, і ми зиму будемо проходити, ми будемо його съєдати потихоньку, то есть уголь должен постоянно приходити, склади должны постоянно пополняться, вот ці там, условні 2 мільйона тонн угля, які є ще поки на складах, вони должны постоянно восполняться, ежесуточно. А почему так? А почему невозможно просто завести на склад необхідне кількість угля, і на протяжі зиму так? Так не получается. Навіть в самые хороші времена у нас на складах находилось порядка 4 мільйонів тонн, і шла подвозка. Їх є технічні особливість його хранення, є физічний об'єм склада на теплову електростанцію, то есть є вещи чисто техніческого порядка, які не позволять, скажімо, запастись на все полгода. Тому поставки должны происходить. А особливо в ситуации, коли у нас сейчас… Тогда войны не було, і ми мали 4,5 мільйона запасів, а зараз ми маємо 2 мільйона 100 на складах ТЕС. За останнє время, одно, що зробив пример положительного, він признався, що немає запасів угля, що їх вистачає на складах теплових електростанцій і теплоцентралів на 35-50 днів. Тому що такий розбіг? Тому що, наприклад, на Луганській тепловій електростанції в городі Счастье, там 28% запасів всіх антарцитових углів, а ця теплова електростанція працює автономно, як енергетичний остров, і на рушені лінії електропередач, можна оттуда електростанцію працювати на основній території України. Це перше. Друге, ми не маємо поставок сейчас антарцитової групи угля, марки А і Т, тожчих углів. Цей уголь добувається виключительно на оккупованій території. Ми зараз смотріли з моєм колегом-експертом, як працюють шахти на території підконтрольного української власні. 35 шахт дозволили за сутки 18 тисяч тонн горної маси со всіма приписками і зольністью 50%. Це говорить про те, що угольна проміщенність України разрушена. Що, наприклад, шахта Краснолиманська, яка добувала ще нескільки місяців назад в сутки 8 тисяч тонн угля, зараз практически не работает. Шахта Стаханова, де 100 млн тонн балансових запасів, добуває в пределах 1000-1300 тонн горної маси. Шахта Южно-Донбаска номер 3, которая тоже добуває уголь двойного назначення, не може працювати в полну можливість. Причина банальна. Разграблені шахты за цих полтора року. Ну, вони грабилися на протяжі десятилетів, але саме велике разрушення претерпели шахты во время руководства міністра Демчишина. А вот, простите, щас переб'ю, вот ці 35 шахт, які ви говорите на території підконтрольной Україні, це все государственні шахты? Я говорю о государственних шахтах, тому що було добито в Україні в цілому за сутки 117 тисяч тонн. Це мало. А скільки должно бути? Ну, хоча б минимум 120 тисяч необхідно добувати, але це при тому, що ми повинні розуміти, що тут немає приписок, що цей уголь отвечає стандартам по зольності 25% і так далі. Возять породу на теплові електростанції, а порода не горит. Тогда треба использовать дорогі імпортні мазуты і газ для підсветки, для улечення теплотворності. З Южно-Африканської республіки везуть уголь, антрацитових марок, але теплотворності 5 тисяч кілокалорій. Це ніжа предельної норми. Я б сказав, ніжа. Але інші кажуть, що це мінімально. Але якщо смішати, то буде горіти. Так, необхідно дополняти і смішувати з дорогим російським, російським углём. Хорошо, давайте так, вопрос поставимо. Зачем нам нужен уголь? І якщо його зараз не буде, що злочиться? Я відповіюю. У нас є 14 теплові електростанції. 7 із них работають на антрацитових углях. Так. Другі 7 работають на газових углях. І тепловая генерація нам потрібна для покрытия дефіцита в часи пік. На случай аварійності на атомних станціях і в той ситуацій, коли немає води на каскаді гідроелектростанцій. І час пік у нас починається з 11 часів дня, чи утра, як можна сказати. І де-то до 20 часів. В нікторих случаях де-то до 21 часів. Утра, с 8 пік начинається утреннього потребління. Т.е. давайте, короче, тепловая генерація нам потрібна для того, щоб ви могли б ходити в ефір, а ми могли б приходити к вам гостю, щоб все це работало. Т.е. попросту електричество. Да. Без теплової генерации, вот, енергосистеми, объєднені в тому віде, в якому ми її знаємо, там, последні несколько десятков лет, її просто не буде. Тепловая генерація євляється связуючою для атомних блоків, для гідро, для столь широко рекламирує альтернативной энергетики. Вот без этой всей, так сказать, как сейчас, говорит, руководитель НКР, совершенно устаревшей и ненужной части, называя так тепловую генерацию, просто это не буде работать. І не забывайте, що теплові електростанції, вони є ще й узловими. Тобто все це работало в єдиній системі, для цього необхідно нескільки теплових, крупних теплових електростанцій, ну, вот, як Приднепровська, наприклад, і Криворожська, кстати, які тоже работають на антраците. Іначе без них система просто распадеться на енергоострова. То есть, вот, может, чуть-чуть буде в Києві, чуть-чуть буде в Днепропетровському, а может, і не буде. То есть, все буде зависити от того, наскільки сильно распадеться. Может, в целом разрушиться вся енергосистема. А может, просто остановиться? Тоже такое может быть? У нас атомні станції не смогли серьезно подготовитися к осенне-зимнему періоду 15-16 годів, потому що летом у нас работало где-то 35-38 блоків теплових електростанцій. Із 80 наявних, це тільки на ТЕС, я кажу. І вийшло так, що зараз нагрузка растет на атомні станції, де-то аварії можуть відбуватись, а які блоки атомних станцій находяться в режимі ожидання. Уже ощущається дефіцит топлива, ядерно-топлива. Об цьому ще ніхто не говорив, але це вже присутствие. І тепловая генерация должна покрыти цей дефіцит, о чому зараз було сказано. І ми констатируємо, що немає угля на складах теплових електростанцій. Можна було б як-то пережити зиму в мирне време, якщо б запаси составляли 2 млн тонн, як це зараз. 1 млн газових угля, 1 млн антрацитових. Але в ноябрі місяце, з 1 ноября по 30 ноября, ми получили минус 185 тисяч тонн угля. Мінус. А це ще була плюсова температура, ще не було морозів. І ще не було тогда блокады со сторони России, не було блокады со сторони сепаратистів на оккупированной части Донбасса. Понимаєте, був тогда підвоз, активний підвоз. Де-то сентябр місяць, октябр, де-то до середини ноября змогли завести больші об'ємы антрацитового угля з оккупированной территорії. І шли поставки з России. Тепер контрактів немає на поставку угля з Южноафриканської республіки. Наскільки мене звісно, що ДТЕК імеє можливість поставити цей уголь з Южноафриканської республіки. Але другое те, що немає відлажніх взаємоотношень між міністром і іншими поставщиками топлива України. Імеється ввіду угля. Дельчишин не тільки разрушив шахту в суддарстві, він разрушив отношення со всіми. І хто в судах, хто просто не хоче строити з ним отношення, тому що, наприклад, для теплових електростанцій встановили тариф в цьому року по сравнению з прошлим роком на 5% нижче, так? А в то же время давайте вспомним январь цього року, начало цього року, коли поставляли з Росії електроенергію по більшій ціне, чим був установлен тариф для наших теплових електростанцій. І в то же время поставляли електроенергію з України в Крим по значительно меншим ценам, чим покупали в Росії. Потом выравнивали, потому что ми приходили на ваші ефири, на другие, і об цьому говорили. Ми говорили об этом контракте кабальному, который подписал Демчишин і його подчиненні. І тоді відбувається питання, а чому так відбувається? Моє мнення, що Путін оказывав і оказывав давлення на президента Порошенку, а Порошенку потрібен такий Демчишин, який не розуміла, де він знаходиться, який не розуміла відповідь за те, що він робить. Я говорив і продовжаю говорити, що виноват також прем'єр-міністр Арсений Яценюк, який соглашався, продовжає соглашатися, що в його правительстві знаходяться такі міністри. Зараз прийшло час, що Яценюк должен отвечати, як руководителю правительства, за те, що провалили підготовку к зимі, за те, що в нас випала економіка, якщо дивитися с періодом 2014 року, ну, наверное, на 30%. Ми зараз обгабаруємо. Я починаю дивитися, потребляє угля, потребляє газа, производство електроенергії. Насеління, як потребляло определене кількість електроенергії, ну, лампочки, як горіли, да, в квартирах так і горять. Може, там, чуть-чуть, де-то кто-то сэкономив. А не работает економіка. То есть нет електроенергії, значит, не работает економіка, нет рабочих місць, нет отчислений пенсіонний фонд, фонды соціального страхування, не выплачивається зарплата, падає покупательська способність, начинається новий виток остановки предприятий. Хорошо, а якщо все-таки не найдуть альтернативу того, «где же добыть нам уголь и успешно пройти зимний период», можна уголь чем-то заменить? Нет. Совершенно нет никаких вариантов? Не, ну, мы можем частично заместить это импортом, например, електроенергії з России. Можем. Мы частично можем завести его, вот сейчас там пытаются завести из ЮАР, как бы уголь, Демчишин заявлял о том, что плывет лодка, 170 тысяч тонн, еще 80 тысяч тонн должно подойти. Ну, давайте просто смотреть по цифрам, чтобы понимать, ну, вообще, о чем мы говорим, в чем суть тепловой генерации. Порядка 30% электроэнергии, которая производится в Украине, производится тепловой генерацией. Раз. Ну, то есть, уже понятно, без этого как-то будет грустно. Второй момент. В месяц потребление угля антрацитовой группы, вот дефицитного, о котором мы говорим, составляет от 800 тысяч до миллиона тонн. Ну, опять же, в зависимости от температуры, как нагружаются тепловые электростанции, больше атомные, меньше атомные. В среднем где-то 800 тысяч миллионов. Даже если мы представим себе, что в ЮАР, вот закупили эти 800 тысяч, их просто технически невозможно будет перегрузить в портах. Порты у нас на сегодняшний день рассчитаны на перевалку 400 тысяч тонн грузов в месяц. Не только угля, а вообще всех. Металла. Металла, зерна. Ну, то есть, мы еще экспортом как бы занимаемся. Соответственно, как бы, ну, вот какая-то квота на уголь будет выделена. Ну, может даже там авра... У нас, видите, чрезвычайщины. Каждый вот начинается второй год зима, и второй год чрезвычайщина. Тот чрезвычайно мы там газ закупали. И в этом году, кстати, тоже вот там в течение месяца с безумной скоростью закачивали подземные хранилища, что не лучшим образом, кстати, на оборудование отразится. Сейчас у нас чрезвычайщина снова в электроэнергетике. Давайте срочно это тащить. То есть, даже если откроют порты, ну, пусть наполовину, вот, 200 тысяч тонн, при необходимом миллионе, мы не закрываем эти потребности. Значит, соответственно, как бы, все то, что на сегодняшний день, мы в этой студии, вот, буквально неделю назад говорили об этом, все то, что на сегодняшний день происходит в Крыму, это в полной мере на себе может ощутить Украина. То есть, сначала ограничивается потребление промышленности. Кстати, в Херсонской Николаевской области, вот, сегодня Укрэнерго уже заявила, промышленность не работает. То есть, электроэнергию так и не подали. А что такое падение промышленности? Это в месяц минус полтора-два процента ВВП. Ну, тоже своего рода экономия. А следующий шаг, это вот столь нелюбимые господином Ницинюком веерные отключения, дальше уже это начинает ощущать на себе население. А возможно, вот, почти уже, да, две недели электричество как раз не идет с Украины на Крым. Вот это вот сэкономлено, если так можно назвать, электричество перекинут на те ТЭЦ, которые вот нуждаются. Если бы его в бочке можно было засолить, то, в принципе, да. Да, можно тогда представить, да, что мы в ведрах накопили электроэнергию. К сожалению. А она не накапливается. Можно перераспределить мощности, но надо тогда переключать линии и многие другие, там, сориентироваться, как подстанции, какие выключить, какие выключить. Что сделали? Просто уменьшили нагрузку на производство электроэнергии, именно на блоках теплоатомных электростанций. Но мы имеем непрофессионального министра. Раз. Он привел с собой около 50 смотрящих в отрасль. Некоторые даже не прошли спецпроверку. И они сидят в кабинетах руководителей департаментов, руководителей управлений, руководителей отделов, принимают решения. И их решения главенствующие. Потом, ну давайте еще смотреть, смотрящий Трегубенко за угольной промышленностью, народный депутат из блока БПП. Давайте смотреть, Каноненко смотрящий за энергетику из блока БПП. Тут еще разногласия между Яценником и БПП. Несогласованность, неуправляемость, безответственность. Люди должны об этом знать. Хорошо, что есть возможность прямо в эфире говорить. Я сейчас был на другом канале, в записи. Неизвестно, что они покажут через неделю. Ну хорошо, спасибо, что они поднимают актуальные темы. Но есть еще другие каналы, где мое имя занесено в черный список. Ну то есть по команде правительства. Об этом объявлял даже не я первым, об этом объявил известный политик Лездоний. То есть вас не приглашают на те каналы? Более года назад мое имя было занесено в черный список. И все каналы, которые контролируются органами власти, государственные каналы, они не приглашают меня. Не потому что журналисты так хотят. Даже если они возьмут на улице меня интервью, то редактор не пропустит. Если пропустит, будет иметь неприятность. Это касательно критики власти в связи с чем? Ну как я критикую власти? Я что, говорю, что они там супер плохие, что они там в семьях неправильно себя ведут? Я об этом не говорю. Я говорю о том, что мы не подготовлены к зиме. Мы год назад вместе с тобой проводили круглые столы и пытались обратить внимание на то, что происходит. Вот на следующий год они запланировали закрыть из 35 шахт 22 шахты. А новые не строят. Инвестиции никто в Украину не выделяет. Построить шахту необходимо, по нашим меркам, может, 100 лет. Вот в советские времена начали строить шахту 10-ю... Построить одну шахту 100 лет? По нашим меркам. Вы поймите правильно. В 89-м году начали строить шахту номер 10-ю Новволынскую. Ее не пустили в эксплуатацию, хотя бывший премьер-министр Азаров ее пускал несколько раз. Уголь не добывают ни одной тонны. Лава не запущена в работу. Понимаете? И вот я говорил о том, что Красно-Лиманская, она должна была выйти на 4 миллиона тонн добычи в год, на 10 тысяч тонн в сутки. Вот-вот должна была выйти в этот режим. А она практически остановит. 6 тысяч людей не работают, не получают зарплату. Или их опускают в шахту для того, чтобы обновить лаву, стружку пройти. Что происходит в стране? Министр должен отвечать за политику всего топливного арктистского комплекса. Если не в его силах решить эти вопросы, он член кабинета министров. Он должен поднять эти вопросы на уровне министра экономики, министра финансов, премьер-министра. Он ставленник и вышел из семейного бизнеса президента Порошенко. Непонятно, почему загоняли деньги в проблемный банк Киевская Русь. Он, Демчишин, мог легко решать вопросы. Для шахтеров. Деньги на зарплату для шахтеров загнали в убитый банк и за это никто не ответил. Деньги потеряли. Мы об этом стараемся говорить. Хорошо, что есть такой канал, как вы. Есть другие каналы, куда мы могли прийти и говорить, что, слушайте, почему должна страдать страна, разваливаться страна? Почему мы должны терять независимость нашего государства? Люди почему должны страдать? Ну, другие начали забирать лицензию. Они сейчас даже боятся нас приглашать. Поняла. Скажите, Валентин, если Донбасс сказал, что все, нам уголь не дает, где нам брать этот уголь? Неужели единственный вариант это с Африки его везти? Где вся Европа покупает? С Австралии. Еще дороже. С Африки дорого, с Австралии еще дороже. А где вся Европа покупает уголь? А значит, Европа, ну в Европе нет угольной генерации, вот так как она у нас. Ну, вы поймите, у нас вообще, как бы, генерация тепловая, которая, она строилась под конкретной марки углей, которые добывались на Донбассе. То есть, каждая, каждая шахта, она обеспечивала свою тест. Почему? Потому что уголь, это нельзя взять просто вот там вот, как у вас лежит, да вот тут кусок угля, как бы, и отправить его, чтобы горел. То есть, он должен отвечать определенным техническим характеристикам, вот то, о чем говорил Михаил Яковлевич. Зольности, влажности, летучи, калорийности прежде всего, как бы, то есть, ряд характеристик, согласно которым он может быть допущен вообще вот для использования в качестве топлива. В противном случае просто рванет, ну вот банально. Вот очень часто любят, как бы, популистки рассказывать, а давайте, вот, ну тут газовая группа осталась, да, углей, как бы, шахты добывающие газовую группу. Давайте мы сейчас вот там на газовую группу переведем. Ну, вот понимание... Это уже происходит. Да. Происходят взрывы в топках блоков тепловых электростанций, тех, которые работают и спроектированы на антрацитовых углях марки А и марки Т, загружают газовый уголь, делают смесь, большой объем летучих и происходят взрывы. Хорошо, что еще не пострадали массовые люди, не произошло серьезных аварий. Еще, еще как-то так дозируют. И, а что дальше? Или остановятся блоки? Вот смотрите, в связи с такой ситуацией мы подвели, например, страны бывшего СССР. Там Румыния, Чехия, Словакия, Польша. В свое время Советский Союз на территории этих государств построил тепловые электростанции. Они четко были привязаны на угли, добываемые в Украине. И в них возникли проблемы. Выгодно было не реконструировать эти станции, покупать постоянный уголь в Украине. Они не приводили их на газовые группы, на угли других стран. Вот сегодня уголь в украинских шахтерах забирается там по цене 1000 гривен. Угольная компания, подчиненная Дымчишну, реализует этот уголь по 1100. На торги выставляют 1100. А с России везут более чем по 2000. По такой же цене с доставкой на тепловую электростанцию тоже более 2000 гривен стоимость. Почему не дать возможности работать украинским шахтерам, кормить свои семьи, сохранять шахтерские города, отчислять деньги в пенсионный фонд, фонды социального страхования, платить налоги? И не было бы никакого недовольства. Сейчас на нашей территории, близкой зоне размежевания, очень большое недовольство властью и целом ситуации в Украине. Представители добровольских батальонов, вооруженных сил Украины говорят прямо, что нам могут ударить в спину недовольные массы. Или Россия, или сепаратисты могут устроить заварушку на нашей территории, за спинами наших блокпостов. Ну бойцов на наших блокпостах. Об этом тоже никто не говорит. Вот сегодня мы впервые об этом говорим. Ну а почему так возникло? Потому что еще полтора года назад у рабочих, ведущих профессий зарплата была на шахтах, угольных шахтах, тысячу долларов, тысячу двести, тысячу пятьсот долларов. Сейчас 200-250 долларов, эквиваленте, да? И вовремя не платят. Вчера бастовали шахтеры на шахте Бужанской на Волыне. Без конца, а время от времени бастуют шахтеры в Донецкой, Луганской области или в Львовской области. Просто наши средства информации это не освещают. А чем это закончится? В условиях, если нет угля, еще запастуют шахтеры. С оккупированной территории уголь не поставляется. Россия не поставляет сейчас электроэнергию на нашу территорию. Россия не поставляет. И не будет. Смотрите, вот сейчас Крым появился. А вот сейчас, пока мы не отошли от этой темы, а на каких условиях была поставка угля с оккупированной территории, которая не подходит роль на украинской власти? Вот сюда. Было какое-то договор? Ну давайте это, наверное, я, да. Не, ну как договор. Там уголь, который поставлялся, он поставлялся с шахт, которые находятся в украинской юрисдикции. Они все перерегистрированы. В данном случае речь идет о том, что забирался, ну допустим, уголь компании ДТФ. То есть шахты, которые работали на территории Донбасса, они поставляли этот уголь. Вопрос же не в том, что шахты остановили. Поезда остановили, отгрузку остановили. Вы как хотите, ребята, так и вот решите проблему с Крымом и вернется. Антитеррористический комитет от июня текущего года обновил список предприятий, которые могут поставлять, например, уголь или другую продукцию с оккупированной территории. И там материалы, и другую продукцию на оккупированную территорию. Сейчас с той стороны прекратили поставку угля. Уголь этот поставлялся по цене 1000, покупался по цене 1100 гривен. Вместе с налогом на добавленную стоимость это было 1300 гривен. Это было значительно дешевле, чем ввести этот уголь с ЮАР, с России. И этот уголь отвечал по техническим параметрам и требованиям наших тепловых электростанций. Это сумма за какую? За тонну. За одну тонну. Да, за одну тонну. А с России уголь завозится больше, чем по цене, чем 2000 тонн. И мы платим валюте стране Агрессор. Хорошо, а в России дешевле доставить уголь, чем с ЮАР? Доставить, да. Потому что железная дорога погрузили и пошло. Тогда почему мы покупаем в Африке уголь, а не в России? Потому что Россия не продает. Уже нам не продает? Ну, в остановленной поставке Россия же заявила о том, что в остановленной поставке угля. Но мы остановили поставки электроэнергии в Крым. Мы поставили в заложники 2 миллиона людей, которые находятся в Крыму. Какими благовидными предлогами это не прикрывало? 2 миллиона людей без света. Причем это как бы, если мы говорим о вообще энергетическом противостоянии, или если хотите энергетической войне, то есть мы нанесли удар первыми. То есть мы отбесточили Крым. Соответственно, реакция России не заставила себя ждать. И я вам приведу пример прошлого года, когда контрактовались в России на закупку угля. Тут же ДТЭК контрактовался. На миллиард гривен был контракт. Контракт не был выполнен по формальным причинам. Там российские железные дороги сказали, извините, график не позволяет, вагонов не хватает. Поэтому, ну то есть, по сути дела, бизнес готов был поставлять уголь сюда, в Украину. Государственные органы, госкомпании, РЖД и таможня, они просто все это остановили, деньги вернули. Уголь не пришел. Это мы все говорим касательно государственных шахт. Но у нас же есть и частные. Нет, нет, говорим в смысле частные. Ну вот... С России поставлены, мы говорили о поставках с Россией. С России, да. Это были частные шахты. А в Украине вот частные шахты, они сейчас... Это, наверное, мой вопрос. Да, они сейчас могут обеспечить то недостаточно. Смотрите, вот я посмотрел, там за предыдущие сутки, там добыто 117 тысяч тонн угля по Украине. 18 тысяч это государственные шахты, а частные добыли около... Да, 1 тысячи 100 тысяч. И частные шахты функционируют более организованно. И компания, которая добывает уголь, это ДТЭК, они несут ответственность и заработают 70% тепловых электростанций на нашей территории. И вот эти... В отличие от министра. Но они могли бы сейчас поставить уголь из Южноафриканской республики, да. Если бы им не мешали, они могли бы уголь доставить из оккупированной территории, из любого конца мира. Но для государственной компании, генерирующей компании «Центр энергии» государство предоставляло льготные кредиты там и другие условия. А для частных тепловых генераций такие кредиты не предоставлялись. Плюс им выставляли невыгодные тарифы, заниженные тарифы на электроэнергию, которая вырабатывается на тепловых электростанциях, отдается в энергорынок. А энергорынок не рассчитывался с ними. И поэтому сегодня энергорынок задолжал перед тепловыми генерациями, в том числе и перед государственными, перед Центром Энерго, более 22 миллиардов гривен. И прирастили, по-моему, где-то там 7 или 8 миллиардов по сравнению с прошлым годом. 6,5. 6,5, да. 6,5. И возникла такая ситуация, что частный бизнес не заинтересован наращивать добычу, вкладывать инвестиции. Откуда они их возьмут? Они уже с поставщиками не рассчитываются. Они не рассчитываются с шахтерами. Они не заинтересованы производителем электроэнергию, и сегодня уже убыток. Бизнес найдет всегда объяснение. Аварийная ситуация, все, что угодно. Как раз вот здесь кабинет министров. И в первую очередь министр Демчишин, как руководитель профильного министерства, он должен сделать всю возможность, чтобы сформировать баланс углей в Украине, баланс всех энергоносителей. Не только по электроэнергетике. По поставке газа, мазута, других видов топлива. А это не сделано, потому что некому делать. Смотрящие, они с конфетной фабрики, смотрящие пришли из торговой сети Макдональдс и другие. И они мыслят каким-то непонятным образом, живут в другом мире. Они создали коррупционные схемы, выводят деньги из энергетического сектора. Поназначали на должности директоров людей там скурпированных, или, например, от Слива, замминистра угольной промышленности ЛНР. Он министром Демчишином утвержден на должность генерального директора Луганская ДП «Луганск уголь». И получает господин Слива на территории ЛНР зарплату и получает зарплату на нашей территории. И когда независимый профсоюз вместе с журналистами открыто перед эфирами задавали вопрос Демчишину, что происходит? Ответа нет. Когда мы задавали вопрос, что делает в угольной промышленности Андрей Венгрин, смотрящий от народного депутата, от Каноненко, от Трегубенко, что делает Венгрин? Публично нам отвечает Демчишин. Это лучший мой кадр в вопросах подбора кадров и кадровых назначений. Лучший специалист. Вопрос вот такой. Валентин, скажите, за годы независимости нашей страны какой период был самый успешный, показательный в развитии угольной промышленности? Хороший вопрос. У нас был такой период, давайте так, нарочный вопрос. У нас был такой период, ну как бы, во-первых, у нас были такие периоды до 95, начнем с этого, до 91 года. А вот за годы независимости? Ну, смотрите, были случаи, когда добывали 83 миллиона тонн. А это, кстати, 10, 11, да не так давно. Пусть там приписки какие-то были, но государство уделяло внимание, выделялись деньги на зарплату шахтерам, потому что угольная промышленность убыточная. Во всем мире, ну практически во всем мире угольная промышленность убыточная. И государство создаёт протекцию, там, через электроэнергию, льготы на электроэнергию, через налоги, через другие вещи. А здесь вот шахты обложили налог. Вот смотрите, вот сейчас остановятся все шахты Украины, и частные, и государственные. Почему? Один из комитетов государственных принял решение обложить данью все шахты и ввели налог на то, что не извлекается Германия из пустых пород. А там 0, 0, 0, какие-то десятые, в мире нет технологии по извлечению Германии, и он не нужен никому, и в Украине, и в мире в тех объёмах. И шахты не имеют возможности заплатить такой налог. И всё-таки хотел уточнить этот момент. Десятый, одиннадцатый год был более-менее успешным для как раз развития угольной промышленности. С чем это было связано? То, что там были компетентные люди у руля или как? Ну, во-первых, компетентные люди, во-вторых, кладывали деньги. Ну, давайте вот вообще по добыче немножко задеть, чтобы было понятно, почему как бы этот вопрос, о чём говорит Михаил Яковлевич, он настолько болезненный на сегодняшний день для угольной отрасли. Добыча любых энергоносителей, неважно, газ это, а уголь так и подавно. Это не значит, вот там дырку пробурили, и оно попёрло. Ну вот, оно так не работает. С добычей угля ещё сложнее, потому что это не просто подготовка лавы, подготовка сбора. Это беспрерывный процесс, то есть пока идёт добыча на одной лаве, готовится следующее. Если деньги в это не вкладываются, в развитие, вот это называется деньги в развитие угольной отрасли. Вот развитие, это подготовка, подготовка, ну, с добычей газа то же самое, это разведка новых месторождений, подготовка, разведочное бурение, потом промышленное бурение. То есть это не одномоментно, одно действие сделали и остановились, всё, на этом как бы и пошёл газ. Нет, так это не работает. Поэтому если туда не вкладывать деньги, естественно, будет идти падение довольно значительное. Это просто не вкладывать. Если ещё оттуда вытягивать по максимуму в виде налогов и прочих податей, то понятно. Ну вот мы видим, что происходит сейчас в газовой отрасли. С падением добычи сегодня уже до 12,5, по-моему, миллиардов кубов, ещё буквально, опять же, 3 года назад, с 20. Куда делось это? Упало. То же самое в угольной отрасли. Извините, вот то, о чём мы говорим, 83 миллиона тонн угля добывали, но пусть как бы после обработки уже там товарной продукции, это было порядка там 42-43 миллионов тонн товарной продукции, чистого угля. Вот то, что Михаил Яковлевич говорил, горная масса. Да, это порода, всё что угодно. То есть его для этого нужны были горнообогатительные комбинаты, ну так вот, чтобы было зрителям понятно, там цепочка. Это не просто так, что опять же из шахты его достали, в вагон загрузили и поехал на электростанцию. Нет, ещё идёт обогащение, ну очистка, если хотите, обогащение, то есть получение уже непосредственно угля и поехали как бы непосредственно энергетического, который и поехали на станцию. Тогда да, тогда уже поехали. Поэтому если в это не вкладывать деньги, то естественно, ну как бы ничего и не будет. Смотрите, вот мы говорим весь вечер, ну сколько, мы уже говорим 35 минут об угле, так? Мы говорим о тепловых электростанциях, о генерации, о выработке электроэнергии и употреблении. Мы ни слова ещё не сказали о населении, о коммунальных котельнях, так? Мы почти не говорили о теплоцентрале, которая производит электроэнергию и тепло для наших населённых пунктов, да, микрорайонов. Они производят и горячую воду. Мы о них почти не говорим, потому что они, ну как бы, не так важно, да, люди. И о бытовом топливе не говорим, о том, что железная дорога уголь потребляет, наша промышленность, машиностроение, заводы, они тоже работают на угле. И есть ещё металлургические комбинаты, которые работают на как суйся в углях. Так как раз в Краснолиманске, которую я называл, Южно-Надбасскую третью шахту Стахану, там как суйся угли или угли двойное назначение, марки К, марки Ж. Этот уголь ещё дороже и тоже востребован в Украине, его добывается меньше. И эти шахты тоже легли. Что население будет делать? Ну, обогреваться надо, дома никто же не будет замораживать, ну, я имею в виду частные. Будут вырубывать посадки, вырубывать леса. Это уже идёт? За несколько лет это всё вырубят. Потом будет, ну, очевидно, если мы не исправим ситуацию, то при нормальном другом правительстве всё равно население несколько лет будет топить кизяками, вот это, картоплыня. Да, шелуху, картоплыня будут собирать в огородах, будут топить. По падению потребления газа у населения на 20% упало, куда перешли? В твёрдотопливные котлы? За полгода не верю. То есть всё это ушло на дрова. По углю то же самое. Там и бытовой же уголь вот в этой статистике находится. А бытовой уголь, кстати, очень часто на эфиры звонят зрители и говорят, мы не можем купить бытовой уголь, потому что нам его предлагают от 3,5 до 5 тысяч гривен за тонну. Вот представьте, министерство украинских шахтёров забирает уголь за тысячу. Это частные какие-то... Нет, это частный подводник. Ну звонит человек, который... Да. Они закупают, ну вам на зиму нужно будет вот там, условно говоря, тонна-полторы, вот чтобы пройти зиму. Там дровами растопили, уголь забросили. Технология очень простая, думаю, сейчас очень многие к этой технологии вернутся. Вот. И оно горит замечательно как бы в доме тепло. 5 тысяч гривен тонны. Совершенно верно, ещё и низкого качества. Ещё и низкого качества. Низкого качества, понимаете? Ну, кто издевается над людьми? Вот подрывается доверие к власти, к государственности. То, о чём я говорил на примере Донбасса, но это везде недовольство возникает. Правительство саботировало подготовку к отопительному сезону. Ну давайте называть вещи своими. Это саботаж. Вместо того, чтобы создать максимум условий для того, чтобы страна прошла, все сейчас сидят, вот идёт заседание Кабмина, все садятся и говорят, ну что, будет тёплая зима или не будет тёплая зима? Хватит нам газа или не хватит нам газа? А выйти победно сказать, нам не нужен российский газ, нам не нужен российский уголь, нам не нужна российская электроэнергия, ядерное топливо тоже не нужно, купим у американцев, не страшно, может быть взорвётся, может быть нет. Технически не подходит. Да, технически подходит, не подходит, мы там разберёмся, потому что специалисты говорят, ребят, ну как минимум 6 лет нужно, То, чтобы понять, насколько оно, как оно себя там вести будет Можно ли вообще его загружать по полной И в итоге получается, как бы нам ничего не надо Но при этом ничего нет Так нам не надо или у нас нет Вот как бы мы говорим об этом В данном случае просто угольная отрасль Она такая, они никогда не вспоминали Потому что, ну вот там шахтер что-то лазит себе Добывает и хорошо Ну выйдут иногда касками постучать, когда им денег не платят Ну да, заплатили им денег, они опять работают То есть шахтеры по природе своей Это люди, которые не склонны Извините, к девиантному протестному настроению Они не стоят на Майданах, они работают Пока стоял Майдан, они работали А им сейчас ставят минуту, что вы на Майдан не выходите Есть Любельская Последний вопрос, у нас время эфирное, к сожалению, заканчивается Сколько вот нам, насколько нам хватит Того запаса уля, который у нас остался? Месяц-полтора От силы То есть Новый год мы можем встретить без света? Нет, Новый год мы еще встретим со светом Если будет такая погода в плюсе А дальше есть очень большие проблемы Газового угля уже в Украине тоже нет Январь-февраль самые холодные месяцы, не забывайте об этом То есть если мы декабрь еще проходим так-сяк То январь-февраль, как правило, самые холодные месяцы Нам достаточно будет там минус пять, минус семь градусов Для того, чтобы вот все, о чем мы здесь говорили, оно стало явью Так мы находимся еще в состоянии войны, это тоже надо учитывать Что средств нет Второе дело, что нет ответственности тех лиц, которые должны отвечать за топливный архитический комплекс И нет доверия у населения, терпение уже закончилось И доверие к власти Вот эти все слагаемые могут привести к очень необратимым и сложным процессам в нашей стране И политическим в том числе И я не знаю, власть это понимает или нет И этого можно было бы избежать Услышать, что происходит Вернуть хотя бы несколько специалистов, чтобы они могли подсказать, что надо сделать Какие принять меры Переставить несколько министров, не местами, выгнать Ну такого, как Дамчишна, я считаю Для него лучшее благо будет, если он успеет сбежать страны Должен сидеть в тюрьме И тот, кто над ним смотрящий, тоже должен сесть в тюрьму И тот, кто из своего бизнеса таких безответственных людей назначает, должен нести ответственность Наверное, с этого надо начинать Нести ответственность за то, что сотворил Освободить место для других, которые компетентны и смогут исправить ситуацию А ее исправлять надо немедленно, сейчас Спасибо большое за ответы Я напомню, что у нас в гостях были Михаил Волонец Председатель независимого профсоюза Горняков Украины И Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики Большое спасибо, что сегодня были с нами на эфире Информационный вечер на 17-м канале продолжает выпуск новостей На этом я с вами прощаюсь Оставайтесь с 18-м каналом Мы желаем вам мира Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok